Поддержка Украины на международном уровне. Премьер-министр Денис Шмыгаль впервые посетил Канаду с официальным визитом. Среди главных договоренностей – расширение договора в зоне свободной торговли между двумя странами. В частности, стороны намерены обеспечить равные возможности торговли для предприятий малого и среднего бизнеса. Было согласовано 18 разделов, 9 из которых были абсолютно новыми. Они касаются торговли услугами – финансовых и телекоммуникационных услуг, торговли, инвестиций и гендерного равенства, коренных народов, регуляторной политики, разработки и администрирования малых и средних предприятий. Ожидаем, что обновленный договор будет способствовать двухсторонним отношениям и откроет новые экономические возможности для наших предприятий. Также Канада продолжит поддерживать Украину и в военном секторе. По словам Дениса Шмыгаля на встрече с Джастином Трюдо, речь шла об увеличении поставок тяжелого вооружения – танков, бронемашин, а также боеприпасов. «Мы благодарим Канаду за присоединение к Леопардовой коалиции. Мы обсудили также участие предприятий Канады в послевоенном восстановлении Украины. Это будет самый масштабный проект со времен Второй мировой войны». После визита украинского премьера Канада расширила пакет санкций, добавив в черный список более 40 физических и юридических лиц, связанных с Российской Федерацией. «Мы ввели санкции против 14 граждан России и 34 юридических лиц, включая связанных с группой Вагнера. Также мы продолжаем давить на российских союзников, на Беларусь и ввели санкции против девяти компаний, связанных с белорусским частным сектором». Еще 120 новых имен и компаний появилась и в санкционных списках США. В том числе ограничения коснулись и представителей Росатома. О новых санкциях было объявлено во время визита в Соединенные Штаты Дениса Шмыгаля. По результатам переговоров с министрами финансов стран Большой Семерки на оборонный сектор, а также послевоенное восстановление, выделят 5 миллиардов долларов дополнительной финансовой помощи. Также, по словам Шмыгаля, Украина договорилась о дополнительных пакетах поддержки с рядом стран. «Швейцария предоставит 1,8 миллиарда франков в течение следующих шести лет. Дания создает специальный фонд и планирует наполнить его на 1 миллиард евро. Основная сумма пойдет на военную и гуманитарную помощь, а также на поддержку частного сектора. Дополнительную помощь также окажут Испания, Ирландия, Япония, Латвия, Литва, Исландия и Нидерланды. И мы благодарны за это». С главой Пентагона Ллойдом Остином Денис Шмыгаля обсудил срочные потребности Украины для успешного проведения операции по освобождению украинских земель, а также совместную работу в будущем. «Я благодарен американскому народу, президенту Джозефу Байдену и министру обороны Ллойду Остину за их постоянную военную поддержку моей страны, нашей страны. Мы благодарны за инициативу Америки и создание контактной группы по обороне Украины, в которую сегодня входят более 50 стран. США – наш крупнейший партнер в том, что касается военной помощи. Так что еще раз хочу сказать спасибо за оружие, которое помогает нам защищать нашу независимость». На этой неделе и Совет ЕС утвердил выделение одного миллиарда евро, чтобы компенсировать государством-членам Евросоюза расходы на боеприпасы, которые они передают Украине. Еще в марте договоренность об этом была у 17 стран ЕС и Норвегии. Это уже восьмой транш помощи ЕС Украине. «Мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о немедленной поставке артиллерийских боеприпасов для вооруженных сил Украины на сумму 1 миллиард евро. Нет лучшей демонстрации единой решимости и стремления ЕС продолжать поддерживать законы права Украины на самооборону против жестокой войны России». Жозеп Боррель – верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности на сайте Европейского совета. «У нас ситуация такая, что чем больше помощи, чем больше оружия, тем лучше. Особенно в свете различных разговоров о том, что мы готовимся к контрнаступлению. Не углубляясь в эту тему, я могу сказать лишь то, что если мы действительно готовимся к контрнаступлению, об этом сейчас все говорят, то для этого нужно как можно больше снарядов, как можно больше танков, как можно больше БМП, как можно больше различных боеприпасов, как можно больше всего». И немаловажной в этом вопросе является защита Черного моря. Украина призвала страны НАТО создать общую противовоздушную оборону в Черноморском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время первой Черноморской конференции по безопасности, которая прошла в Румынии. Мы должны решать общую проблему России вместе. Пришло время разработать комплексную сеть безопасности для всех стран региона, которые чувствуют угрозу от маньяка на свободе. Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское море – море НАТО. По итогам встречи Украина, Молдова и Румыния подписала совместную декларацию о сотрудничестве в экономических вопросах, инфраструктуре и обороне. Интерес к Украине есть. Украина поддерживает международные связи, развивает их и закрепляет соответствующими договорами. По-моему, это сейчас самое важное. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину больше не устраивает принцип открытых дверей. Ей необходимо продвижение к членству в НАТО. И предстоящий саммит стран Альянса в Вильнюсе в июле даст возможность продвинуться в этом вопросе. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.